Салют, чуваки, с вами Кит, и мы с вами возвращаемся к Патрику. А перед тем, как мы начнём, хотелось бы передать приветствие и мою благодарность спонсорам канала. Если ты тоже хочешь попасть в этот элитный отряд, то ссылочка в описании. Мне в комментариях вроде бы более-менее объяснили, как же работает рыцарский удар, то есть здесь с драйк-баттлом рыцарский удар, типа, немножко шатается копьё, типа, чем дольше мы его с вами держим, то есть наподобие, знаете, когда мы с лук какого-нибудь целимся или что-то в этом роде, типа, нужно выбирать рыцарский удар уже ближе, ну, к самому удару, когда его нажимаешь, копьё не сильно шатается и не бьётся о землю, и типа, сам этот рыцарский удар, да, не врубается. Звучит, конечно, логично, и как бы, да, это уже работает, рыцарский удар у нас с молоком не уходит, но дамаг почему-то всё равно, ну, максимально какой-то детский, если угодно. Насить по 70 и всё такое, это дико-дико неприкольно. Но выбора у меня особо большого нету, потому что на голосовании большинством голосов было выбрано страдать дальше, потому что, видимо, всем нравится слушать моё нытьё и смотреть на мои страдания. Ну, что ж, как говорится, хозяин-барин, вы сами это выбрали, так что потом не жалуйтесь, что слишком долго, видите ли, у нас проходит этап за войну. Как по мне, довольно-таки скучный, но раз вам нравится мой бомбёж, то, пожалуйста, наслаждайтесь в полной мере. Тем временем мы здесь с сержантами, рекрутами и прочей фигнёй, которую мне тяжеловато прочитать, топаем вперёд, сражаемся против ботанцев. Мы с вами играем за каких-то там картанин-вландин, если вы не забыли. А вот райлисты Вландии, ну, которые как бы изначальная Вландия, по цвету, по крайней мере, они, кстати, практически уничтожены, потому что Лагету и Якулан мы как бы захватили себе, Саргот захватили ботанцы, у них там остался Чарас, Артизия и там парочка замков. И как бы всё, довольно-таки быстро целая фракция ушла куда-то в никуда. Но это для нас как бы хорошо, потому что наша фракция расширяется, у неё всё шикарненько. Сейчас мы воюем вообще недалеко от ботанского замка, то бишь, когда я наконец-таки стану правителем этой фракции, а это рано или поздно случится, мне отойдёт, да как бы довольно-таки, ну, большое государство, и им уже будет, ну, гораздо проще управлять в конце-то концов. А это всегда годненько. Так, сейчас я вот этим вот здоровенным копьём попробую какой-нибудь пришить, ну, как бы, килл есть килл, если угодно. А главное, какой-нибудь щит не угодить, остальное меня не особо беспокоит, если кто пошёл. О, соплеменники на 150. Разве это не круто? Это крутецки. Если бы мне ещё отдали этого знаменосца, очень уж больно хотел я его убить, но не получилось, не фартануло. Мечик наш вообще полный мусора. Смотрите, 10-9, 10-9. Какие-то... Фигня, в общем. Фигня. Не знаю, в чём здесь прикол, но я будто вообще не бью этих противников. Очень-очень странная фигня. Но, ничего, тыкаемся, ну, рано или поздно, мы же убьём кого-нибудь, да? Ну, может, там, убегающего или ещё кого, не знаю. Главное, чтобы были киллы. И не важно, как это сложно, долго или геморно вообще всё происходит. Патрик старается. Это как бы основное. Правда, я думаю, мне здесь придётся ускорение времени врубить, потому что я, честно, устал бегать вот с такой детской скоростью. Это, конечно, нифига не помогло. Союзнички справились быстрее меня. Вообще, молодцы да красавцы. А я убил одного, и то только потому, что метму в него своё копьё. Ну, если вы понимаете, о чём я. Ингальтер в очередной раз благодарит Патрика за великолепно проделанную работу. Хотя, по сути своей, Патрик-то ничего особо и не сделал. Просто побегал, как дурачок. Но, неважно. Вот у нас с вами эти рейлисты в Ландии. То есть, у них осталось ещё 4 замка, осталось 2 города. Всё. То есть, их здесь очень-очень быстро прессанули. Прессанули их здесь ботанцы, здесь мы, и ещё вегри каким-то боком. Вот здесь у них успели отнять замок. Но, это всё мелочи. Мы разрастаемся, мы тащим, и это хорошо. Если бы мы ещё всё-таки удачно этот городок бы захватили у ботанцев, было бы вообще круто. Мы прям тащим. Касаемо остальных фракций, я чё-то не вижу, чтобы они вообще как-то расширяли. Все сидят на своих территориях и не выделываются. Только вот мы с ботанцами прессуем в ландийцев. Это какое-то странное положение вещей. Может, это всё потому, что именно я в этих территориях тусуюсь. Как-то здесь так скрипт устроен, но я честно сомневаюсь. У нас вот с вами началась максимально просто честная битва. Нас 700, противника 160. И нифига себе, пока я вам показывал, сколько у нас там по людям. Ну, как бы всё. Патрика уже завалили. Просто чудеса какие-то. И даже в таком неравном для наших противников бою, нифига не смог сделать. Вон прям как вот этот вот чувак, которого сейчас тоже как бы забьют. Впервые за долгое время я решил побить всяких там лутеров да бомжей. И одного из них даже убил. В итоге меня хотят произвести павландийского рыцаря. То, ради чего, как говорится, мы с вами и страдали. Ну и теперь у меня наконец-таки нормальная, более-менее металлическая броня. Мечик шестого ранга, который вроде как должен быть очень-очень хорошим. И рыцарское копьё, которое, ну, по идее, тоже должно быть чем-то посерьёзней. Лошадь у меня уже мощная, чистокровная. Ну и более-менее неплохая броня для этой самой лошади. Сейчас мы с вами чувачок четвёртого ранга. То есть я могу уже подать в отставку. То есть свалить без штрафа к отношениям, что довольно-таки неплохо. Но мы с вами как бы работаем не на это. Мы работаем с вами на вот этого вот вландийского рыцаря-знаменосца или типа того. Кстати, я бы что-то думал, что это реально чуваки со знаменем. Оказывается, нет. Это вот то самое, на что мы с вами идём. То есть те самые чуваки, которые просто по 15 человек, даже будучи ботами, убивают. По 15 человек. Обычные боты. Значит, что-то в них такое есть. И, видимо, эти ребятки действительно неубиваемые. Ну или что там в этом роде. В общем, очень жду, когда нас с вами повысят до этого ранга. Но это случится не скоро, потому что следующая прокачка где-то через 20-30 киллов. То есть довольно-таки долго. Так что мы с вами в новом амплуа продолжаем пытаться набивать киллы. Но сейчас должно быть немножечко полегче. Слушайте, а новое амплуа мне довольно-таки сильно нравится. Потому что лошадь очень-очень бронированная стала. То есть броня действительно чувствуется. И копьё стало очень мощным. То есть теперь можно на изи выбивать по 200 урона с одной плюхи. Это, правда, против лутеров. Но, думаю, и против обычных там всяких новобранцев и чуваков чуть прокачнее там 2-3 ранга. Мы с вами можем уже делать реальное дерьмо. В общем, хотел я вам показать новое своё снаряжение на нормальных войнах. Но, к сожалению, наши объявили мировую. С ботанцами, с валандийцами. И в итоге нифига не получится. Поэтому мы сейчас с вами будем пиздить лутеров. Потому что, ну, вариантов у меня особо больших нету. Но, ну, следующая битва точно будет с нормальными пацанами. А пока, а пока мутузим с вами бомжей. Ну, потому что вариантов нету, как я вам уже и сказал. Так что сейчас мы быстренько их прищучим. Надеюсь, если эти собаки с воды со своей выйдут. И тогда, возможно, как-то что-то там у нас получится. Но в этом, как бы, я тоже особо не уверен. На самом деле, урон лошадью здесь даже больше, наверное, чем, ну, мой реально там мечом, копьём или чем-то ещё. Но тупо потому, что лошадь сразу бьёт вагон людей. И это, как бы, банально проще. То есть, вот, уже двух человек забили, трёх человек забили, четырёх человек забили, пятерых забили. И, то есть, как бы, мечик этот уже вот-вот, это уже добротно. Да, хоть мы бьём сраных лутеров, бьём их вообще на изи, там, разлетаются они в пух и праг с парочкой ударов. Если, конечно, ударить им по голове, а не по другому, короче, месту. Ну, но фраги фармятся, короче, повышение зарабатывается. Это кайфово. Это прям очень кайфово. Наконец-таки чувствуется какой-то прогресс. Вряд ли, правда, меня так скоро повысит. Но, если я буду часто бить лутеров, точно повышение себе заработаю. И авось, даже против нормальных армий, я буду хорошо держаться. Оказывается, 56 человек более чем достаточно, чтобы меня опять повысить. То есть, всего две пачки лутеров. И у нас новое повышение. Вландийский чемпион. Вот это, я понимаю, подгончик. Давайте полетим. Вот, вландийский чемпион, это уже довольно-таки здравая такая экипировочка. То есть, посмотрите, она уже даже сравнима с кольчугой, которая у нас была в самом-самом начале, которую я продал. За что меня дико высмеивали в комментариях. Мол, а-ля, родители собрали все, что только могли, чтобы купить тебе первую экипировку. Или там вообще продали дом. То есть, вообще там уходили в самые дебри, а ты, собака, ее продал. Ради чего? Чтобы ходить с голой жопой. Вот с такой вот. Ну, как бы, да, логично, логично. Я над этим тоже довольно-таки сильно посмеялся. Но, неважно, у меня теперь лошадь, у которой 300 хп, а это уже совсем другой балдеж. У меня появляется хороший одноручный топорик, ну и тяжелое рыцарское копье, которое бьет гораздо-гораздо посильнее. Ну и Патрик, как таковой, боль-моль уже неплохо прокачался. То есть, мы можем даже восстанавливать 30% потерянного здоровья после каждой битвы. А это очень и очень важная тема. Особенно, когда ты играешь за солдата, то есть, порой бывает, что ты тупо забываешь подлечиться у местного медика в солдатском лагере. И остаешься за бортом довольно-таки неплохих битв, которые бывают просто как бы следуют одна за одной. Поэтому теперь битвы будут немножечко почаще. Ну и, естественно, покруче, наконец-таки. И, в общем, проходит буквально-таки парочка дней. Я такой, ну вот-вот, я уже наконец-таки нормальным рыцарем смогу повоевать, все будет круто. А потом наш король умирает от старости. Паскуда такая. И в итоге я остаюсь вообще без нифига. Я, конечно, могу вернуться как бы к новому лидеру этого клана. Конечно, на толку-то этого нифига не будет. Отношения у нас все еще такие себе. Да, у нас есть верность. Мы, типа, верные. Я не знаю, что это значит, если честно. Но, неважно, может, это верность вообще этого персонажа, а не моя к нему. Не знаю, тут как бы спорный довольно-таки момент. И вопрос в другом. Даже если я буду служить вот этой вот мадам, мне с этого что-то добудет? Буду ли я солдатом, как и раньше? С довольно-таки добротным послужным списком? Либо я буду опять бомжом с самого начала, с полного нуля? Это вопрос прямо на миллион, я бы сказал. Ну, еще нужно уклониться от кучи мародеров, потому что я-то все еще с голой жопой как бы хожу. Не, ну че, как бы давайте пообщаемся с этой баронессой, посмотрим, будет ли Патрик довольно-таки бесполезным. Или что-то как бы мне дадут, если угодно. Давайте, вот готов начать службу. Теперь можете стать одним из элитных воинов, принять, конечно же. И в итоге снова чувак второго ранга. То есть, с вландийского чемпиона практически самого-самого крутого, который только есть. Вот в этой вландийской армии я превращаюсь снова в вландийского сквайра. Типа, ну, оруженосца, если угодно. Какого черта? И как бы это Эльбит-53, так что велика, очень велика вероятность, что она помрет пораньше, чем я, ну, убью 200 человек в конце концов. Есть еще вероятность, что она помрет тупо в бою, даже если я смогу набить 200 человек. И че мне делать, я вот ума себе не приложу. Типа, забить на него болт, искать какого-нибудь другого лорда помоложе, лидера какой-нибудь фракции. Или даже в этой фракции кого-нибудь найти. Вернее, в этом клане. Или вот к другому клану кому-нибудь присоединиться. Я не знаю, типа, вот правителю этой фракции было бы очень даже добротно, потому что ему 37. Он что? Лидер генералов этой фракции стал как бы лидером этой фракции. Да, просто потрясающе. Я читал про такие баги, но сам их как бы не видел, чтобы генералы стали типа правителями. Но как бы да, это вот недоработочка такая вот этого вот мода. Такого быть не должно. То есть, разработчик мода мне говорил, что не должны типа генералы владеть вообще никакими землями. То есть, клан этих генералов. И уж подавно им должны становиться его правителями после смерти как бы лорда. Но стали его... Имеем, как говорится, то, что имеем. Так что у меня вариантов здесь особо немного. И они еще постоянно туда-сюда ходят. И, в принципе, этим страдал и предыдущий правитель этой фракции. Так что я, видимо, найду себе другой клан, потому что служить дамочке, которая может вот-вот скочуриться, это довольно-таки неприкольно, мягко говоря. Но, с другой стороны, мы не сможем стать знатью. Это как бы минус. А вот если я продолжу этой дамочке служить, то если она вот как бы профукает, короче, бой, все дела, а потом я снова к ней вернусь, она может мне даже предложить стать телохранителем. То есть, сразу стать чуваком шестого ранга и, считай, продолжить практически с того момента, где я как бы и закончил. Звучит круто, безусловно. То есть, я почти ничего и не потеряю. Но, но, она может в любой момент помереть. Кстати, еще и клан восстал, но это ладно. Она может в любой момент помереть, и 200 человек как бы себе не набью. И стоят ли они того? Или, типа, сражаться все же за кого-то другого? О, непонятно, шо писец. Так что, велика вероятность, что вот эти вот 3-4 серии, которые уже прошли по данному прохождению, были абсолютно бесполезными. Добро пожаловать на мой канал. Ну че, ладно, давайте посмотрим, насколько быстро отлетит Патрик теперь. Вау, ладно бы, это было реально просто пушка. На самом деле, не, как бы одного забил, это уже прогресс. В первом же бою с новым лордом такое бывало не всегда. Спасибо рыцарскому удару теперь. Но, типа, какой-то рандомный бомж меня просто одним ударом или выстрелом уничтожил. Просто один удар. Это прям жестко. Да, Патрик просто не изменяет себе. Работает прям во всей красе. Ну, в общем, набил я себе следующий ранг, который позволяет отсюда более-менее свалить. Ну, по крайней мере, это всяко лучше, чем дезертирство. Ну, по штрафу к отношениям и тдмсиды. В итоге мы от нее сваливаем, получаем минус 4 отношения и минус 15 славы. Вообще, честно, наплевать. А сваливаю я от нее банально потому, что у ее клана есть более-менее молодые представительницы, которым лучше примкнуть. Ну, как бы они тоже сражаются и все такое. Но, тем не менее, они помоложе. И велика вероятность, что я с ними дослужусь, ну, до более чего-то значительного. И они не помрут хотя бы от старости. На том, как говорится, уже спасибо. Сейчас мы поищем этих мадам. Скорее всего, осела даже в этой армии есть, что было бы довольно-таки круто. Да, вот эта осела как раз-таки тоже член вот этого вот клана, который очень-очень сильно меня любит. Или что-то типа того. Давайте попробуем горячим поклонником. А, нет, нет. Ты слишком великовата для Патрика. Вот, стать солдатом вашей армии. Что? Что? Я слышал про тебя. Патрика далеко не самая лучшая. Вы не славитесь храбростью. Я не терплю трусов. Потрясающе. Потрясающе. То есть, я просто свалил от нее. Она такая типа, нет, братишка, извини, ты уже сваливал от моей сеструхи там или кого-то еще. Я с тобой ничего больше общего иметь не хочу. Нет, ну, потрясающе. То есть, придется сражаться за кого-то нового. За кого? Да черт его знает, если честно. Вот этого Юлона здесь нет. Давайте просто лидера другого клана найдем, только помоложе. Вот, фурн, да, вот он здесь есть, ему 34, он лидер клана. Правда, клан умирающий, но это уже мелочи. Давайте попробуем служить солдатом вашей армии. Вы не славитесь храбростью. Вот, как бы, и все. Типа, Патрик, извини, у меня самолет. Мне суть баб. Нам с тобой, так сказать, пообщаться. Знаете, что пофиг? Давайте ради интереса сыграем на опережение. Давайте попробуем вот с этой оселой заключить брак. Так, мне чисто интересно, получится или нет. Так, первое общение пока нормально. Ну, типа, раз уж солдатам в этой фракции мне не встать, так почему бы не найти себе женушку? Только я, видимо, облажался. Ну, потому что два из трех всего лишь выбил, к сожалению. А так было бы хорошо. А хотя возраст у нее не огонь. И, ну, характеристики, ладно, пойдет. Но все равно, ну, не то, немножечко не то. Ладушки. Видимо, нам с вами нужно искать что-то еще. Мне очень хотелось служить именно этой фракции, но они меня буквально послали. То есть, клан у меня все еще нулевой из-за того, что, ну, как бы, известность нифига не прокачивается во фрилансере. А снаряжения у меня аналогично нет. И в итоге, единственный мой вариант как-то присосаться к этой фракции, это добить самостоятельно известность до первого ранга, стать их наемником. И вот как-то так дальше развиваться. То есть, я в итоге остаюсь без снаряжения, без нифига. Либо же я могу присосаться условно вот к этой вландии. Но вландия это довольно-таки умирающее. Кланов, как видите, у нее довольно-таки маловато. Те, как кланы, что были, уже посваливали. Ну, и как бы, такое себе. Честно, такое себе. И хотелось служить именно вон той вландии она очень-очень многообещающая. Я бы наладил со всеми отношениями, ты дым-сидым. А так они будут только ухудшаться, потому что, ну, как бы, мы же враги и все такое. В общем, мне необходимо либо становиться солдатом какой-то другой фракции с нуля, все вот это вот делать. Либо уже идти, ну, как бы, по своему пути. Поиграли мы с вами за солдатика. Не повезло, не фартануло. И пока что я стремился к тому, чтобы начать какой-то свой уже путь, раз уж со страданиями, ну, как бы, не получилось. Я пострадал, конечно, но недостаточно. Но суть не в этом. Сейчас немножечко мы с вами посражаемся в турнирах, купим себе базовые снаряги. Мне пока нужно найти себе какой-нибудь долбанный доспех, который, ну, не будет куском говна. Блин, хороший доспех, вы посмотрите, какой просто ауф, ну, это почти на все мои деньги. А мне не хочется тратить все мои деньги на это. Вообще не хочется. О, я еще жрачки много носить не могу, вообще потрясающе. Но посмотрите, просто, а вы Мария, Деус Вуль, там все дела. В общем, красиво, красиво. Тут какой-то сраный палашик. Так, да, 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 но доспех-то хороший. Он, конечно, много удара, урона не выдержит. Все, как бы, понятно, но какой красивый собака. Вот вообще кайфовый. Но, на самом деле, мне бы лучше заняться хорошим оружием. Какие здесь дорогие штуковины. Смотрите, хороший палайкский двуручный меч. Блин, с таким можно просто косить противников пачками, если бы, конечно, мой персонаж умел быстро бегать, а он не умеет. Но доспех этот я точно себе возьму. Пошло все в задницу. Несмотря ни на что. О, смотрите, новые эти появились. Упрежим. Это прикольно. Возьмем, наверное, вот это вот седло. Всего 500 стоит. Дает 20 брони. Это уже лучше, чем было у нас вот. А в рангах до 4-го, кажется, да? Так что нормально. Хотя вот такую упрежь я бы тоже взял, кстати, с крестоносцем. Такая вот прикольненькая. Вообще по кайфу бы залетела. Но дорого. Слишком дорого доспеха. Большую часть денег наших сжирает. Поэтому пока что как-то так. Вот. Нужен, короче, щит. Какой-нибудь попроще. Тут ничего, естественно, нам как бы и с вами не нужно. Что-нибудь за косарик меня, в принципе, устроить. Главное, чтобы он, ну, как бы хп-шки давал. В идеале был поболее. Ну, вот что-то типа того, да? Бронзовый какой-то там овал. Нет, давайте железный овал. 24 тысячи мы с вами тратим. Все. И мне нужно, короче, какое-то оружие. Это как бы самое главное. Но найти сейчас хорошее оружие. Это, это как бы сложновато. Я сомневаюсь, что у меня вообще это получится. Велика вероятность, как бы, сделать это на турнирах. Реально, большая вероятность на все это дело. Вот, отличный мечик 6 ранга по всем параметрам круче, хоть и немного. Но, блин, 10 тысяч, серьезно, за это был бы он двуручным, без проблем. Но за одну ручку столько платить, я как бы, ну, его нафиг. Так что мы сейчас с вами отправляемся на турнир. И в итоге нам дают какой-то легкий торг вождя. Ну, то есть, какой-то пояс на торг, как я понимаю, который практически ни от чего не защищает. 20 тела. Ну, посмотрите на это, е-мое. Ну, а главное, что мы здесь со своей броней. Так что, ну, получать мы с вами, конечно же, будем лещей. Это безусловно. Но получать их будем, ну, не такими большими порциями. Тем более, сражаемся против какого-то спутника, который, как бы, ну, вообще не алло. По крайней мере, по одежде, значит, и по навыкам тоже, ну, не успел прокачаться. Вот, ненавижу это дурацкое затыкивание, когда у тебя не хватает атлетики, чтобы закружить противника. Тебе приходится вот так вот тыкаться с ним в щит, пока кто-то, как бы, не облажается. Ну, обычно, это, как бы, я. Это Патрик. Она еще как-то умудрилась мне втащить, и я не могу. Не могу этой, падле, втащить. Еще опасно как-то против нее двигаться, но не так. Она же может втащить щит, у меня почти поврежден, сломан. Так, ведьма. О, я ее закружил, я ее закружил. Все, я выхожу в следующий раз, самое главное. Стоп, а че я парюсь, я в этой, падла, могу взять щит и, как бы, продолжить. Почему-то у нее щит всего лишь наполовину разбит, а у меня в щит просто был изничтожен. Так, давайте-ка мы этого паскудника также попытаемся закружить. Сомневаюсь, что получится. Вот, я уже от него леща получил, одного, надеюсь, до второго дела не дойдет. Ну, а малая, а у него щит сдох, а у меня тоже щит сдох, ну и да, да. Че-то я сомневаюсь, что Патрик в турнире далеко очень пройдет с такими-то посредственными навыками в атлетике, ну и в чем-то вообще арбалет, потрясающе. Не, ну как бы, я попадаю, да, я не бесполезен, смотрите на меня. Эм, серьезно, вы вот так решили распорядиться своими этими? Дам-дам, гениально, гениально. Че, раз на раз, хочешь, не, ну без проблем, как бы, фигня вопрос, главное, что, а, он меня вообще не бьет. Окей, окей, боров, чемпион. Чемпион из тебя, как говорится, такой себе. Так, ох, ой, мать моя женщина. Так, хоть у меня двое здесь осталось. Единственное, с которым арбалетчик. Ой, арбалетчика уже нету, так, ну, добить этого парня будет особо несложно. По пяточкам, в смысле, по пяточкам не получилось, ты че? Вот так тебе. Все, Патрик побеждает второй раунд. А вот дальше я сомневаюсь, два на два это всегда фифти-фифти, знаете ли. О, особенно, стоп-кавалерийская тема. И, по идее, Патрик в этом могет. Минус конь, а, у союзников тоже минус конь, но это неприятненько. Наборов новичок. Ну, и как бы все, у нас двое, он один, по идее, должны его изи забодать. Не зря же я там немножко с этими копьями двигался, я как-то прокачался. То есть, остается нам с вами финал один на один против Борова новичка. То есть, ничего проще, по идее, быть не может. Но, я в своих навыках уверен. Сопака это еще на двуручном, то есть, защищаться придется самому. Одно неверное движение, и тебе хана. То есть, смотрите. Вот ты хана. Неверное движение, я же сказал. Надо было играть от камней. Да. Ты чувствуешь, когда тебя убил чувак второго ранга. Ты просрал деньги, просрал уважение, вообще, короче, все просрал. И нифига, у тебя нету. Но, из плюсов, я могу намнять себе блондийских рекрутов на оставшиеся деньги. В итоге, после долгих месяцев работы с солдатом, а также скопления всех релизских пожитков, у Патрика остается всего лишь косарь монет, дрянная броня, дрянный сбруй и довольно-таки посредственный мечик. Потрясающе. Куда двигаться дальше? Казалось бы, ну, повыполняем задание, раз в турнирах я играть не могу из-за своей рукожопости. Давайте посмотрим. Без обид, не думаю, что вы сможете мне помочь. Я никогда не слышал о вашем клане, не уверен, смогу ли положить на него или нет. Потрясающе. То есть, чувакам с нулевым уровнем клана не доверяют даже, даже, банально, задание. Ох, ох, люблю я боли и унижения. Наверное. Ладно, значит, понабираем солдат и пойдем бить мародеров. Я уж не знаю, что мне делать, если не это. Уж в этом-то я должен как-то преуспеть. Давайте, вон, 13 мародеров, нас тоже 13. Должно быть более-менее честно. Надеюсь, уж тут-то мы с вами не облажаемся, но я не был бы в этом так сильно уверен. Но, как бы, надеюсь я, как бы, больше на свою лошадку, нежели на себя. Ну и немножечко на своих рекрутов, которые, возможно, толпой загасят лутеров. Но и в этом тоже не уверен. Кстати, какое-то странное название. Пелагерь какой-то для лутеров. Но мы все же побеждаем каким-то, на самом деле, чудесным образом. Хотя, возможно, дело просто в отвратительной, ну, вечной отвратительной морали лутеров. Они чуть что сразу убегают. Ну и чисто поэтому, скорее всего, мы здесь чего-то додобились. То есть, чувачков-то мы победили. Как бы, все у нас с вами отлично. Патрик даже не был бесполезным. Вон, пару человек забил своими собственными силами. Так что, вообще, молодец и красавчик. Но все равно двигаться нам с вами придется долго-долго-долго. Кстати, он сдох вообще от кровотечения, не от меня. Я до него даже прикоснуться не успел. В конце. Ну, ладно, чуваки качаются, известность получается. Так что мы с вами полным ходом движемся к тому, чтобы стать хотя бы наемником у данной фракции. Ну и, конечно же, я забираю весь хэквип, потому что его надо продать. Патрик-то у нас бедный. А солдат содержать на что-то нужно. Ну и, в общем, такими вот телодвижениями я буду заниматься сейчас. Ну и, соответственно, между сериями. Между этой и следующей. Для того, чтобы набить первый уровень клана хотя бы до следующей серии. И чтобы мы с вами начали уже наемником вот этой вот фракции к следующей серии. Потому что нужно как-то двигаться, совершенствоваться. Тыдым-сидым. Потому что, ну, бегать вот нулевым уровнем клана. Типа вообще ноунеймом к пятой серии. Это как-то, ну, очень-очень медленный прогресс, я бы сказал. Ну что ж, дамы-господа. Продолжим мы с вами наши страдания уже в следующей серии. А у меня на этом все. С вами был Кит. И всем пока. Продолжение следует.